Динозавр Добрый вечер! Ну, на самом деле, говорить о российских динозаврах, такое словосочетание «российские динозавры» — это некая условность. Потому что во времена динозавров, например, в Мезозольскую эру границ не было, стран не было. Поэтому паспорта динозаврам тоже не выдавали. В России вообще была единая пангея, где динозавры бегали, но с другой стороны, все равно сейчас границы есть. Мы живем в замечательной стране, и мне кажется, полезно знать, что у нас находит в плане динозавров, и отделять мифы от реальных вещей. Что дают нам российские динозавры, насколько это здорово, насколько ему можно гордиться. В общем-то все, минутка патриотизма окончена, давайте перейдем теперь, собственно говоря, к динозаврах. Но прежде чем мы будем обсуждать российских динозавров, давайте вообще вспомним, кто такие динозавры. Динозавры — это группа рептилий, очень четко очерченная, обладающая целым набором специфических призывов. Очень яркая черта динозавров — это прямые конечности, прямые ноги, находящиеся под телом, как у нас с вами. На самом деле, когда мужчина-палеонтолог делает комплимент женщине-палеонтологу, он может сказать, у тебя ноги как бы динозавры, и не получится это по лицу. У других рептилий современных все-таки конечности расставлены в стороны. Ближайшими родственниками динозавров в современной фауне являются крокодилы. Но и важно отметить, что птицы — это тоже динозавры, это потомки динозавров. Ну и первые динозавры были маленькие и рухные. Ели насекомые, других мелких животных активно бегали. Это дерево родственной связи. Мы можем найти динозавров, птиц, и сразу же находим современных других рептилий. Мы видим крокодил и фриских динозавров, но не являются динозаврами. Змеи, ящерицы — это не динозавры. Но самое важное тоже, стоит сразу же сказать, многие вымершие рептилии, такие как морские рептилии мезозоя, летающие рептилии мезозоя — это не динозавры. Я об этом тоже буду периодически напоминать. Когда появились динозавры? Это важный момент. Появились они примерно 230 миллионов лет назад. Много ли это или мало? Ну, если сравнивать с человеком, то давно. Если сравнивать с появлением жизни, примерно 3,5 миллиарда, либо с появлением первых позвоночных, то это относительно недавно. Но вот эту цифру 230 миллионов лет, наверное, стоит запомнить, она тоже поможет в дальнейшем. Динозавры появились ближе к концу триасового периода. И тогда совершенно планета не напоминала современные, в том числе и по конфигурации материков. Динозавры, появившись, быстро разбежались по всей планете и освоили практически все эти системы. Вместе с динозаврами, да, можно здесь оставить? Вместе с динозаврами появилось несколько других групп, в том числе и млекопитающие. Если бы было больше времени, возможности вам рассказать, я бы такой миф раскрутил, даже не миф, а частью уже реальность, то, что нас, млекопитающих, а мы относимся к млекопитающим, создали динозавры, на самом деле. Вот это в плане вопросов, может быть, на будущем. Итак, две группы динозавров принципиальные. Одна группа называется ящеры тазовые, другие птицы тазовые. И мы даже из названия чувствуем, что основное их отличие – это особенности строения тазовых костей. Нам интересна одна кость, лобковая, которая есть у нас с вами. Вот она. Ну, показывать я на себе не буду, но я думаю, что многие из вас знают, что она есть. Итак, у ящера тазовых динозавров лобковая кость направлена вперед и чуть-чуть вниз. У птицы тазовых динозавров направлена назад, развернута назад. Ну и такой сразу же вопрос. Можно, да, вопросы задать сразу же? Я студентов очень люблю их задавать. От кого произошли птицы? От птицы тазовых или от ящера тазовых? От ящера тазовых. От ящера тазовых, конечно. Ну, теперь чуть подробнее. Первая группа ящера тазовых динозавров, о которых вам пойдет речь – это хищные динозавры, они же тироподы. Хищные динозавры. Им важно то, что они развились в птицах, вруссалировали птицах. Птицы – это тироподы. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Это одна из древнейших птиц под названием Офеоперес. Слева реконструкция, современная реконструкция мелкого хищного динозавра, который освоил полет. Практически они не отличаются и очень близки друг к другу. И с нахождением перьев у динозавров, вот эта граница между птицами и динозаврами вообще исчезла. И переход от типичных таких достаточно крупных хищных динозавров к мелким птицам он хорошо документирован. Это не стаи сумасшедших птиц, это стаи сумасшедших динозавров. Ну и сразу же возникает такое желание. Если мы хотим что-то узнать о мезозольских динозаврах, давайте будем использовать птиц для того, чтобы реконструировать их биологические особенности. И многие начали издеваться над птицами. Пример. Работа посвящена локомоции динозавров. Что сделали? Практически ванкус на курицу навесили, заставили ее ходить куда-то, сюда. Естественно, у современных птиц нет такого длинного хвоста, как у динозавров. Но если ее подвесить в ванкус, она так не гибается и начинает ходить наподобие скристино-мезозольских флотов. Так и дальше. Вторая группа. Ящеротазовых динозавров совершенно по другому пути пошла. Это гигантские, в основном гигантские динозавры. Название дзеброподы. Этирианцы, для которых была характерна длинная шея, длинный хвост. Исключительно необыкновенная у них конструкция. И весь скелет устроен так, чтобы поддерживать, с одной стороны, массивное тело, с другой стороны, он очень ожирный. Я думаю, что это будущее может быть отчасти при инженерии. Я думаю, что многие из вас слышали про самых известных собраков. Можете хоть одного назвать? Декладок. Декладок, отлично. А вот здесь мы смотрим, видим с вами дерево родственных связей, коммунистическое дерево зевропод. И декладок, получается, находится где-то посередине. То есть он не самый примитивный, не самый эволюционно продвинутый. На что здесь стоит обратить внимание? Потому что сегодня мы будем много возвращаться к зевроподам. Самая эволюционно продвинутая группа от зевропод называется титанозавры. Запомнили? Мы к ним еще вернемся. Птицидазовые динозавры. Первая группа, о которой я скажу пару слов, это орнитоподы. Двухногие. Они сохранили вот этот тип лакоморций, характерный для первых динозавров. И постепенно увеличивались в размерах, но при этом сохраняли свое гетерианство. То есть приспособление к питанию растительной пищи. Ну и здесь самая известная поздняя группа орнитопод. Это утконосые динозавры. Они же гетерозавры. К птицидазам также относятся совершенно нехотновенные группы динозавров. Такие как панцирные динозавры или анкилозавры, которые пошли по пути наращивания костных пластин в коже. То есть я не знаю других позвоночных, у которых кость была в ветер, чтобы еще и глаза защищать. Другая группа, близкая к панцирным динозаврам, это стегозавры, для которых характерно было наличие пластины шипов. И известные достаточно рогатые динозавры или цератопсы. Хотя самые первые цератопсы ходили на задних ногах и не имели ни мощного ротника, ни рогов. Я периодически буду такие шаги в сторону сделать. И, наверное, предоставлять некую информацию о тех, не то чтобы мифах, но некоторых заблуждениях, которые вы часто можете встретить. Это, на первый взгляд, сложная картинка, но с ней очень просто разобраться. Это время. Примерно 66 миллионов лет назад динозавры выберут. Снизу это растение. Чем толще сегмент, тем больше было разнообразие растений. Давайте сразу обратим внимание на этот сектор. Это цветковые растения. Цветы. Они появились примерно 120 миллионов лет назад, в начале милового периода. И существует зачастую, вы можете встретить такое мнение, что появились цветковые растения, ядовитые ягодки, динозавры это съели и сдохнулись. Тут же. Нет. Они сосуществовали с цветовыми растениями 60 миллионов лет, если не больше. И обратите внимание вот на эту часть. Это как раз многообразие растительноядных динозавров. Что мы видим? Увеличилось разнообразие цветковых растений, сразу же увеличивается разнообразие различных динозавров. И, подводя вот к этой черте, это точка вымирания динозавров, мы видим, что динозавры подошли к ней разнообразными. Это тоже такой есть миф, что постепенно падало разнообразие. Нет, оно не падало. Это было действительно вымирание динозавров, трагическое для биосферы. Это часть трагической событий. Еще раз запомню. Очень часто динозавры называют всех вымерших рептиды. Нет, динозавры это четко очерченная группа, но к динозаврам близкие, хотя и к ним не относятся. Птерозавры это летающие ящеры. Появились одновременно с динозаврами. Достаточно далеки от динозавров. То есть, очень-очень дальние родственники. Морские рептилии, например, такие как ихтиозавры, близиозавры, и есть еще морские ящерицы-мозозавры, которые тоже вымерли примерно одновременно с большинством динозавров. Ну и когда я вот вижу, или вы увидите примерно такое, рекламу какого-нибудь фима научно-популярного, где написано «морские динозавры в 3D», нарисован мозозавр, который является ящерицей. Это печально. Так что вы запомните, не каждый из завров это динозавров. Пару слов хотелось бы сказать, как ищут динозавров. Мне кажется, информация будет достаточно полезная. Но я поделюсь первым таким правилом палеонтологического нашего клуба. Кости надо искать там, где они есть. Кто шли к этой мысе? Я сейчас попытаюсь ее раскрыть. Это геологическая карта Ленинградской области. У нас есть отложение ордовикского периода, димонского периода. То есть ордовик – это 480 примерно миллионов лет назад, дивон – 385. А теперь скажите, пожалуйста, можно ли тут найти динозавров? Почему? Потому что надо глубже копать просто. Почему? 230 миллионов лет назад – это более древние отложения. То есть здесь искать динозавров бесполезно. Второй момент. Бесполезно искать динозавров в морских отложениях. Потому что они жили на суше морских. Динозавров не было. Где же все-таки надо искать динозавров? Там, где выходят породы мезозойской эры, и там, где эти самые динозавры есть. Идеальное место для поиска динозавров является пустыней. Именно поэтому наиболее богатые местонахождения динозавров приурочены к пустыне. Например, пустыня Гоби в Монголии. У нас с пустынями в России не очень пока. Но у нас есть два ресурса. Это карьеры и обрывы по великам рек. Именно там стоит попробовать что-то найти. Ну и дальше вопросы. Хорошо, есть эти отложения. Как собирать кость? Ну, первое, что делают неопытные палеонтологи, когда увидят обмножение, выход породы, они с молотком бегут куда-то наверх. Первое, что нужно сделать, посмотреть под ноги, может быть что-то валяется. Если что-то валяется, дальше надо подниматься и искать. Нашли. Дальше есть несколько путей, как кости собирать. Если осадки разрозненные находятся в песках или глинах, применяется промывка. Просто насыпается в ситок, чуть-чуть промывается и при этом находятся мелкие кости. Зубы, например, динозавров тоже. Если идут целые скелеты, фрагменты скелетов, ставятся расходки, похожие на археологические, все разбирается на квадраты, в общем, по классике, постепенно углубляется по квадратам и находят кости. Дальше кости нужно зафиксировать, при этом применяются разные методики, используются киксы или другие полимеры. И следующий этап – это довести все это уже зафиксированное до лаборатории. И на этом этапе очень часто палеонтологические исследования могут притормаживаться, то есть они даже еще не начинаются. Нашли первый этап, дальше идет очень долгий, зачастую этап при пороге очистки, костей – это всего лишнего. Все, прям было закончено. Теперь, собственно говоря, про российских динозавров. Надо сказать, что российские динозавры, они вообще стартовали тоже с некого мифа. Я бы сказал, даже такой обиды. Все дело в том, что к нам в Санкт-Петербург, тогда еще, и в Москву приехал очень знаменитый американский палеонтолог. Чарлис от нее марш. Он описал очень много американских динозавров. Вообще один из лучших специалистов, я считаю, что до сих пор очень актуальны его исследования и его публикации. Например, он описал стегозавр. Он приехал в полной уверенности, что Россия огромная. Он посмотрит коллекции и обязательно там найдет костей динозавров. Он посмотрел коллекции и сказал такую фразу, которую потом русские палеонтологи напечатали. И она, мне кажется, очень стимулировала развитие палеонтологии в России. Выдержит, выдержит, я по-русски прочитаю. Я был принужден признать, в конце концов, говорит он, что, по крайней мере, здесь динозавры России подобно змеям Ирландии известны только тем, что они отсутствуют. Это, конечно, был серьезный такой удар. Мне надо сказать, что его высказывание было напечатано в 15-м году, когда Блинадин – первый российский динозавр. Это первый российский динозавр. Конечно, не очень впечатляет, но это маленькая косточка из ноги, но, тем не менее, определимая. Это какой-то терапор, какой-то хищный динозавр. И с этого момента началось изучение динозавров в России. За более чем сто лет динозавры были найдены в разных регионах, для удобства нашего разговора. Давайте по секторам. Динозавры найдены в европейской части, в Западной Сибири, в Забайкале, на Дальнем Востоке. И отдельная тема – якутский и чайковский динозавры. Для удобства я назову порядок. Я буквально пару слов скажу про каждый этот регион, останавливаясь на самых интересных находках. Европейская. Ну, надо сказать, что мы находимся в европейской части, и у нас немножко плохо с динозаврами. Самые ближайшие динозавры – это Подмосковье. Кое-что находят в морских отложениях вдоль Волги, но это случайные находки. Это динозавры, которые столько их моря отнесло, и вот какие-то отдельные редкие гости иногда находят. Собственно говоря, вы видите динозавры Подмосковья. Они юрского возраста. Всего несколько зубов, несколько когтей. По крайней мере, понятно, что на территории Подмосковья жили динозавры. Все, наверное, больше информации из этого материала, к сожалению, вытащить нельзя. Совершенно другая ситуация с западно-сибирскими динозаврами. Буквально на одной территории, 200 километров между двумя точками. Это Красноярский край, это Кемеровская область. Два местонахождения, между которыми перерыв 40 миллионов лет. Одно из них среднеюрское, другое ранне меловое. Вот такие вот места, где на одной территории есть разновозрастные местонахождения, они позволяют отследить эволюцию фауны на протяжении многих миллионов лет. Так что эти два местонахождения, они уникальны с разной точки зрения. Первое местонахождение называется Березовский разрез. Соответственно, это угольный колец, на верхней части которого стали отнарушивать кости. Это основной костеносный слой. Там только разрозненные косточки встречаются. Но посмотрите, я вот такой концентрации не видел нельзя. Вот это вот темненькое, темное, это кости черепах. То есть, когда набираешь породу для промывки, такой раздаётся хруст печальный черепашьих костей. Ну, к другому совершенно не взять. Ну, кроме вот этих вот слоёк с разрозненными остатками, были обнаружены отдельные места, отдельные местонахождения, где начали находить крупные кости динозавров. Ну, и первая группа, которая там была обнаружена в Среднем Юле, на Березовском корее, это стегозавр. Ну, определить их до порода лимита оказалось невозможным. Просто были стегозавры в Среднем Юле России. Совершенно другая ситуация с хищными динозаврами. Был собран очень хороший материал и черепной, и отдельные кости после скелета, который находится за черепом. И в итоге был описан хищный динозавр. Первый хищный динозавр с территории России. Он получил название Клескуса, Клеска. И оказалось, что он принадлежит большой группе хищных динозавров под названием Тиранозавров. Я думаю, тиранозавры знают все. Так вот, оказалось, вот здесь находится Клеск, а это родственные связи Тиранозавров. Тиранозавр вот здесь. Он появился 60 миллионов лет назад. Ну вот, находится где Клеск. Он один из самых примитивных представителей этой крупной группы, которая в конце главного периода дала совершенно фантастическую радиацию. Ну и, подводя такой итог по Клеску, первый российский терапот, получивший научное название, он был отнесен к тиранозавройдам, но и интересный факт, что всех или почти всех тернозавров самых примитивных южских доходят на территорию Ати. Тут напрашивается простое предположение. Возможно, в обнаружении Клескоса, опять же, в азиатском регионе, говорит о азиатском происхождении Тирана. Все. Вот так примерно выглядела Западная Сибирь, Средний Юрьев, Берлокинец, охотился на Сибирь. Тот же регион, Западная Сибирь, уже ранее меловые отложения, которым примерно 120 миллионов лет, замечательная маленькая деревня Шестакова, и рядом с ней два местонахождения. Одно — это кусочек холма, когда строили дорогу и его вскрыли. Второе местонахождение приурочено к реке, которое называется Хим. Большой обрыв. Ну и надо сказать, что именно под Шестаковым было обнаружено, по сути дела, кладбища динозавров, одно из немногих на территории России. Что было там найдено? В первую очередь, примитивные рогатые динозавры. Это псевдокозавры. И даже удалось и писать род псевдокозавр сибирский. Он самый крупный в своем роде. Ну и посмотрите, что действительно, несмотря на его принадлежность к рогатому динозавру, ни рогов у него еще крупных не было, ни крупного воротника. Это достаточно примитивные цературцы. Ну и надо сказать, что он сейчас стал таким локальным символом. В самом Шестаково появились информационные щиты. Эти сибирские псевдокозавры ездят по стране. Можно... Ему недавно была выставка в Кронотологическом институте в Москве. Вот. Псевдокозавр попал на герб Чигулинского района. В Шестаково установили очень трогательный памятник. Это мама динозавра, детенышев. И теперь такие вот казаки туда приезжают, пускают слезу, фотографируются, называют символ Катеринского детства. Там же, в маленькой Катерине Шестаково, проводят фестиваль в гостях у динозавров. Это костюм ксевдокозавра сибирского. Я, конечно же, хотел бы проводить занятия в университете. Ну, по большому счету, реально, что нам дает, кроме радости, этот самый ксевдокозавр Сибирский? Это первый российский цератопс, первый российский рогатный динозавр, получивший научное название. Это самый крупный представитель своего рода. Чао. Совершенно другая судьба у Шестаковских заворобод гигантских. Их начали находить на берегу речки Икея. Сначала нашли кусок ноги. Ну, рот и вид тут выделить было нельзя, и полианологи начали ждать новых находок. Новые находки пошли. Причем крутой достаточно овраг, и где-то там видны крупные кости этих заворобод. Иногда приходилось применять альпинистское снаряжение, чтобы выколачивать. Но и найти заворобод – это радость со слезами на глазах. Потому что один позвонок, если он в породе, он может вести 50-60 кг. Когда мы нашли крестец, сросший с нескольких позвонков, то 4 человека с курсом принесло этот балл. Ну и надо сказать, что вот эти находки из аваропод, которые выпали из аваропод, они дали такой мифологический всплеск. Все началось с того, что мой коллега, сотрудник Томского университета, дал интервью. Я призываю, говорю своим студентам, мне кажется, это общее правило, но я, по крайней мере, студентам говорю, никогда не давайте интервью до публикации вашей статьи. Не надо говорить, что вы нашли что-то уникальное, потому что вы запускаете страшный обвал, страшный снежный фонд. Сейчас я просто продемонстрирую. Все. Сказал человек, рассказал про то, что нашли большие кости. Дал интервью очень хорошую газету «Сибирские времена». Все очень хорошо. Что он сказал? Это вот фотографии, еще не очищенные куски этого самого динозавра гигантского. Он сказал следующее. «После того, как он будет очищен и препарирован, мы планируем вписать нашу находку в деталях». Все. Тут же пошла информация. Первая. Появилась страничка «Сибирозавр». В Египете почему «Сибирозавр»? Наверное, потому что в Сибири найдены. Дальше хуже. Сибирские ученые открыли новый вид динозавр. Наверное, у человека была машина «Киа». Потому что там речка «Киа», но он сказал «Киа». И кроме этого, из небольшого динозавра, и даже в интервью это прилично давали, где-то 10-12 метров с его завроходом. Наш Сибирозавр вырос до 50 тонн, а рост 20 метров. То есть подрос. Дальше он из Кемеровской области переехал в Томскую область. Это еще не конец. Шедевр «Кузбасс-24». Дальше. Во-первых, это три варианта написания. «Сибирозавр», «Сибиризаураус», «Сибирсибит». Мне даже это не прочитать. Но шедевральная фраза. «Они были огромным размером и вешали так же, как семь взрослых американских слонов». Это какой-то 12 метров. Размером 20 метров 50 тонн, вот эти вот цифры почему-то они устагаются. Надо сказать, что анноязычность и пресса тут же бы хватило этого. И дальше, что бы возникло. Во-первых, до 90 тонн и телеграфика. Дальше. Самый большой, который либо жил, ну, 10-12 лет он сегодня. Вот. 50 тонн, вот гатконский герб, да? «Сибирозавр» весил 50 тонн и занимал площадку для крикета целиком. Давайте дальше. В Шотландии. Сибирозавр. Последний динозавр, который тогда-либо населял Землю. То есть он из 120-миллионного раннего белого на 60 миллионов лет скакнул. Чем все это кончилось? Динозавр все-таки описали. Его назвали Сибиротитаном. Ну, не Сибирозавр, а Сибиротитаном. Дали ему научное название 10-12 метров. Небольшой динозавр. Что же он все-таки дает? Да, вы понимаете? Ну, все, чем я это скажу. Посмотрите, что это у нас. Это отдельные звонки и крестец. Здесь изображение крестца маленькое, но на самом деле оно большое. Одно из таких интересных признаков этого динозавра являются крестцовые ребра, которые отходят, ну, как звездочка. Это определило его рядовое название. Мы решили бы так пошутить после всей этой лабуды. Мы его на фаляск просогрались. Ну, это переводится как «зелезнокрестцовый», но мы его называем «динозаврным». Сибиротитан оказался близок к самым продвинутым забрапудам. И это раннемаловая форма. Что это в результате нам дало? Но на самом деле, да, то, что он отнесен в форму близким к титанозаврам, и то, что его обнаружение в Азии опять же дает гипотезу о том, что титанозавры в широком смысле произошли в Азии, на этом все ограничивается. Но, тем не менее, Шестаков, вот, Кемеровского, это сибирский ситокозавр, это вот сибиротитан входит. Но в Шестаков еще были находки. Интересно, я об одной из них хочу уже рассказать. Это маленькое яйцо. Найдено, начало раннего мела, очень, действительно, все два сантиметра. И многие из вас, если посмотрят, даже... Верните. Красиво. Вот. Многие даже не увидят, что там есть яйцо. Оно там есть. Вот это вот отдельные скорлупки, тем не менее. Как определяют, что вы работаете не с камнем, не с какой-то пластиночкой странно-геологической, а именно с яйцом? Для этого нам нужно посмотреть структуру. Чтобы эмбрион не задохнулся, должны быть поры. Скорлупа состоит из многих таких блоков, которые, как и называется, юниты. Мы видим, что здесь отдельные юниты. Бывают юниты призматического такого типа, и тогда яйцо называется призматическим. Второй момент, на который смотрят палеонтологи, это сколько слоев. У птиц современных ископаемых три, у крокодилов, например, завропот один, а у терапоты, хищных динозавров, курпостегенный переход от У в трем. Еще есть интересная такая вещь. Все слышали про основе, про систематику. Все мы относимся, живые организмы, к какому-то виду. Например, человека. Вид хомо сапиенс, род хомо, смесь люминиды. Это всем знакомо. Но как быть со следами жизнедеятельности, которые находят палеонтологи? Для этого люди все любят систематизировать. Они придумали паратаксономическую манклатуру. Например, три яйца скопаемых. Есть оу-вид, оу-род и оу-семейство. Самое сложное – это понять, какой оу-вид из какого реального вида выпал. Вот такое совмещение. И тут бывает интересная ошибка. Есть такой динозавр хищный, под названием Аверапта. Но очень странно, его нашли американцы в Монголии в 30-х годах. Обнаружили его вместе с примитивным достаточно циратопсом под названием протоциратопс. И протоциратопсов там было очень много, а Авераптеров очень мало. Там же очень много гнезд с яйцами. Какой простой вывод? Много протоциратопсов, много гнезов – это его гнезд. А Авераптер, у которого не было зубов, он, конечно, расхититель этих гнезд. Вот пожирал яйца. Собственно говоря, слово Авераптер переводится как «ове яйцо». Авераптер – расхититель, разбойник. Только через 70-80 лет обнаружили вот эту находку. Это Авераптер, который сидит на яйцах. Это были его яйца. Оказывается, его клад. Но вот так вот проблема совмещения всегда присутствует. Возвращаемся к этому яйцу из Шестакового. Маленькое, но тем не менее, это яйцо. Мы видим призматическую структуру, тоненькие каналы. Дальше. А дальше начинается некая сложность. У продвинутых хищных динозавров очень похожая структура. У птиц похожая структура. А яйцо из Шестакова с коррупа в примерно промежуточном строении. Соответственно, возможно, два варианта. Либо это продвинутые терапоты из группы дротонтида. Вот они здесь обнаружены. Либо это уже птицы. Либо что-то посередине. Но скорее вот третий вариант. И вот я при яйце из Шестакова отложил терапоты. Это хищный динозавр, который находится близким к птицам. И чуть-чуть более продвинутым, чем продадимым. Ну и, соответственно, был описан новый оу-вит. Что нам это яйцо дает? То, что это яйцо отложено в гнилокий хищник. То, что это первое яйцо динозавра в России, получившее научное название. Было описано в новой роли. Это первое ранимоловое яйцо в России. Ну и, наверное, последний интересный вывод. Что местонахождение вот такого времени мы нашли. Оно перспективное для дальнейших нахождений. Он принес вклады. Потрачу буквально три минуты. А с чем путают яйца? Недавно было, ну как? Уже 3-4 года назад. Новость. Яйца в Чечне нашей гигантских рептилий. Вот. Вот это вот то, что обнаружили. Причем, в описании тех находок, которые по новостям, от 24 до 102 сантиметра. Представьте. Выпадает. Вот. И там виден желток, там увидели. Белок. Что это на самом деле? Я интриговать не буду, я сразу же расскажу. Есть такие образования, биологические конгрессии. Обычно они формируются вокруг какого-то центра. Зачастую это гниющие остатки. Тогда, когда происходит выветривание в пустыне, вот так вот можно обнаружить. Огромное количество конгрессий. Ну, действительно хочется их расколоть. И что мы видим? Мы видим желток. Белок. На самом деле вот где-то там центр. Вот этой кристаллизации. И никакого отношения к яйцам это не имеет. Но журналисты отличились от других. Взяли наше яйцо из Шестакова. И лично был заголовок. Сибирские археологи впервые нашли гневшее яйцо динозавров. Археологи и палеонтологи немножко разные специалисты. Но, к сожалению, для многих это одно и то же. Ну, я был бы рад, если археологи нашли яйцо динозавров. Давайте двигаться дальше. Забайкальские динозавры. Первые динозавры были найдены в Забайкале. Я говорил в этом самом начале. После этого находок было много. Но, в основном, это были совсем мелкие изолированные кости. Ну, в любом случае, даже по изолированным костям стало понятно, что там жили привитивные, рогатые динозавры, пситоказавры, но непонятно какой. Вряд ли сибирский, наверное, какой-то другой вид. Одни доходы, то есть хищные динозавры. Тоже отдельные кости были там найдены. И в какой-то момент, а именно в 98 году, начали находить позвонки и зубы в Забраконе. В результате, после нескольких лет споров, это потребовалось, ну, как, почти 20 лет споров, и осмысление того, что мы нашли тут, написано еще один российский Забракон. Назвали его динозавр в честь тюркского божества динозавры. Так, вот его выкапывали по частям. Что от него реально найдет? Отдельные позвонки. Но, в принципе, позвонки Забракон устроены настолько сложно, что можно понять их отличие от других видов динозавры. По нескольким позвонкам можно описать динозавры. Что и было сделано. Но самое интересное, что динозавр оказался очень сильно продвинутым Забраконом. Что касается его размеров. Опять 10-12 метров. И зачастую люди, которые не занимаются динозаврами, завроходами, считают, что все завроходы были гигантскими. Нет. Даже группы продвинутых завроходов. Некоторые наиболее продвинутые 10-12 метров, некоторые более примитивные 10-12, и есть совершенно фантастические по 30 метров формы. Гигантизм возникал бы многократно независимо. Тенгризавр — это по очереди описание самый первый российский динозавр, когда завроход, который был написан. Он отнесен опять же к титанозаврам, и его обнаружение в Азии опять же нам дает эту пипотезу, что титанозавры появились в Азии. Ну, в Забайкаре есть совершенно другая фантастическая находка, и мне кажется, что вот эта находка является наиболее значимой для науки. Был обнаружен так называемый кулиндограммирус — это птицы тазовые. Точно его принадлежность в семействе была неопределена, но самое важное, посмотрите, сохранились отпечатки переподобных образований. Совершенно уникально такое. Вот как выглядят эти чешуи, похожие на пире. Причем в орфологии некоторых из них вообще не напоминают ни чешуя известных рептилий, ни пире птиц. А мы знаем, что чешуя и пире — это гемологичная исходность, по сути дела пиро — это преобразованный чешуя. Что нам дает и находку кулиндограммирусу в широком понимании? Пиревой покров — это признак не только тарапот. Птицы — это тарапот, да? Все очевидно. Но переподобные образования, переподобные чешуи — это признак, возможно, всех динозавров. И это, на самом деле, очень важный научный момент. Итак, кулиндограммирус — первый российский динозавр с отпечаткой кожных структур. Это важно. Кулиндограммирус был отнесен к птицитазным динозаврам, и переподобные структуры, возможно, были характерны для всех динозавров. Они только для хищных. Ну и... Если нажать... Это второй российский район, который получил динозавры на спрыге, как на полосатый гумдограммирус. Дальний Восток. Пару слов. Совершенно фантастические места. Обнаружено большое количество утконосых динозавров. Очень продвинутых. Тазовых динозавров из группы орнитопод. Эти динозавры были одни из самых последних уже. Близко к точке гумерания. Наверное, 67-68 миллионов лет назад. И в основном они были крупными. То есть 10-12 метров. Ну и названия какие красивые. Орола титан. Орола – это лебедь, титан, крупные динозавры. И они очень близки к североамериканцам. Вот эти вот утконосые динозавры, найденные на Дальнем Востоке – это первые российские общепризнанные утконосые динозавры. Одни из самых поздних динозавров. И большое сходство с североамериканскими динозаврами. Что это говорит? О том, что группы рингийских педишей динозавров приходили из Америки в Азию очень свободно. Ну и последняя очень близкая мне группа местонахождений – это полярные динозавры. Почему это важно? Два местонахождения. Первое – Якутия. Начало раннемелового периода – 120 миллионов лет. Второе – Чуконка, как она называется. Это примерно тоже 70 миллионов лет, близко к точке мира динозавров. Посмотрите, где они находились в то время милового. Это близко к полярному кругу или за полярным кругом? То есть получается, что были полярные динозавры, которые как-то переживали условия полярного дня, полярной ночи. Плюс еще возникает вопрос, а были там холодно, насколько холодно. Вот эти вот задачи позволяют решать как раз материалы из этих полярных местонахождений. Ну, на самом деле, известно очень немного до сих пор. Из Якутии был собран материал, динозавры там были разнообразны. Это основной выход. Пока на этом все. То есть изучение динозавров находится в процессе. А вот с Чукотки динозавры дают уже много информации. Первое – они очень были разнообразны. Близко к точке вымирания, но очень разнообразны. И в основном это североамериканские группы. Второй момент – там найдено яйцо. А как вы думаете, что это дает? Сами попробуйте сделать шаг. Найдено яйцо. Что это дает? Это значит, что в полярных территориях динозавры размножаются. Иногда вы считали, что они как современные птицы могли летом приходить, потом уходить, мигрировать. И, может быть, некоторые считают, что они вообще там не размножались. Но вот по факту. Размножение происходило. То есть чукотские динозавры полярные были разнообразны. Общие имели черты по составу с всеми американскими формами. Одни из самых поздних динозавров. Это точки примирания. И вот эти находки яиц, круглупы показывают, что динозавры размножаются в полярных территориях. Я бы хотел, чтобы вы еще раз посмотрели на эту картинку. Мы видим, что основные местонахождения, они как-то вот жмутся к этой линии. Как вы думаете, почему вот здесь вот так мало находок? Потому что там движений нет. Там было море. Море было вот у нас, в европейской части, и у нас мало находок именно из-за этого. Нет, морские отложения тоже в Сибири, на Дальнем Востоке есть, но много и континентально. На самом деле просто труднодоступность и малоизученность. Мы видим, что основные места жмутся в районах Транссиба. Так что у России, мне кажется, огромные перспективы в плане находок динозавров. Спасибо за внимание. Я еще, если у меня есть время, про две секунды, а можно еще вот так? Насколько быстро возникают мифы? Благодаря неправильной подаче информации. Это вот анонс наших лекций. Александр Панкин проведет лекцию «Самый популярный миф в биологии», а Павел Скучаево. Так что информация мгновенна, как снежный ком, изменяется, посвящая некоторые вопросы, которые могут возникнуть в плане работы палеонтолога и в плане... Вы поймете, почему сложно найти динозавров на большей территории России. Я хотел показать вам четырехминутное видео. Вопросы поднимаем, и к нам подходит замечательная Анина. Да, очень. Большое спасибо за очень крутой доклад. У меня вопрос такой. Вы сталкивались лично с людьми, которые говорят, что мы не леком к динозавру существовали или что динозавры были вместе с людьми? Потому что вот времени этих людей хватает, но вот встречаются ли палеонтовые люди, что вы им отвечаете? Сталкиваемся постоянно, да, причем иногда мы пытаемся показать, рассказать. Они говорят, ну, слушайте, какие динозавры я принес? Можно найти. Пусть динозавры. Ну, это же корова. Я же имею в виду. Я говорю, посмотри, она тяжелая. Давно лежала у меня корова, давно лежит, тоже потяжелее. Есть люди, которым действительно интересно, и они видят что-то необыкновенное. В этом плане, например, охотники, которые знают анатогию, они быстро сориентировались. По большому счету все динозавры знают и походно верят. Даже вот у нас Батюшка приезжал в Паркан-Девоскопе. Говорят, хорошие динозавры, хорошие. Выехал. Вот это церадокс, что дает для понимания и больных. Обычно нормально. Ну, и бывают фанатичные люди, но они не избеют себя. Вечер. Спасибо большое за доклад. У меня только вопрос был дан в Харитологическом музее в Москве. Там, соответственно, были тоже загородные 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 загородные. Мы же так проще поддерживали. Потому что прорежут длинных хвост, длинных шеях. Кто закрывал вопрос? Они вертикально или экзотально ориентированы? Я думаю, что более вертикально. Я вижу детей, поэтому я все детали не могу рассказать. Но был замечательный доклад, который я слушал в Германии. Вышла очень хрупкая девушка. Ну вот, я вам расскажу про шею Заврополка, которая на положении занимала. Дело в том, что у Заврополка, как у птиц, была система воздушных мешков. Вот эти страшные позвонки, на самом деле, они очень ажурные, и туда входили полностью. Вот она реконструировала вот эту систему полостей в шее, и начала их постепенно надувать. Причем шея так начала вставать в такое положение. Вот она вот показывала вот таким, будем говорить, очень эротичным докладом. Но, тем не менее, нет. Более вертикально даже. Тут никаких противопоказаний нет. Вопрос технологический. У нас в первом начале была карта палеонтологической микроскопости, если я правильно понял. Я немного не разглядял эту легенду, но как-то я проинтерпретировал цвета, которые расскажут о микроскопости. Мне подумалось, что якобы породы микроскопости распределены по возрасту, как бы географически. Хотя я раньше думал, что породы располагаются по глубине, и, соответственно, один заворот нужно искать на определенной глубине, а не в определенном месте. В какой момент ли ошибся? Вы почти не ошиблись, потому что слои у нас залегают вот примерно вот таким вот образом. И двигаясь с севера на юг, с севера на юг, мы сначала встречаем Гемри, сначала Палеозойская эра, потом Ордорик, село у нас отсутствует, потом Дивон. Ну, и если так двигаться, в принципе, в Прибалтике есть мел морские. Ну, не так у нас лежит. У нас так все лежало, то, может быть, не было. У нас вот все вот так с запрокинками залегают. Скажите, пожалуйста, можно, может быть, барышку вопросов задать или строго по одному? Ну, если я не сказал. Скажите, пожалуйста, какой эволюционный смысл образования перьев динозавров? Зачем они им понадобились в какой-то момент времени? Для того, чтобы было тепло, для того, чтобы летать и красоты, чтобы женщин привлекать. Может быть, комбинация из этих вот вариантов. Еще быстро бегать и балансировать. И второй вопрос вашего позволения, наверное, интересующий всех с детства. А зачем вам быть такими большими? В этом есть свои преимущества. Вот представьте себе Завропода. Вы должны очень быстро вырасти. И когда вы достигаете буквально за год, вы уже в такой размерный класс переходите, что вас никто не сожмёт. Это очень выгодно, когда хватает условий, ресурсов. Бывалые обратные ситуации. В архипелаге, в юрских архипелагах, в системе островов, гигантские Завроподы оказались на островах. Они мельчали и были с этой стороны примерно. Трогательно. И еще вопрос, опираясь на то, что вы рассказали сегодня. Если птицы являются потомками динозавров, а динозавры вымерли? Динозавры не мельчали. И... Что же, собственно, тогда произошло? Почему птицы мы наблюдаем, а больших динозавров не наблюдаем? Птицы? Птицы – это динозавры, которые освоили полёт. А полёт позволяет вам менять следу обитания. Вам не понравилось в России, вы летели в архипел. А вот Завроподы так не могли. Скорее так. Но на самом деле правильно говорить, что птицы – это динозавры. Птичные динозавры. Я просто чуть-чуть экономил время, когда нормальный научный доклад. Говорят, вот в конце мелового периода вымерли все не птичьи динозавры. Вот это слово сочетание. Птичьи динозавры, не птичьи динозавры. Но я просто это отпустил. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот Вы рассказывали о всяких журналистах, которые пишут… Ну, о всяких газетах, которые пишут неправду. А что надо читать, чтобы узнавать правильные динозавры? Есть очень… Это вопрос, на самом деле, очень серьёзный, принципиальный. Есть несколько интернет-ресурсов, где действительно дают качественную информацию. Elementor.ru, Paleo News. Но когда Вы подрастёте чуть-чуть, вы читаете новость. Во-первых, учите английский язык – это необходимо. Когда Вы читаете новость какую-то, старайтесь найти первоисточник – научную статью. Вот когда Вы научитесь английскому языку и читать научные статьи, тогда у Вас наиболее охвата информация. А так, некоторые порталы, например, Paleo News, Elementor.ru очень качественные. Павел, спасибо большое за лекцию. И, с Вашего позволения, два вопроса, но я думаю, что не очень сложные и длинные. Первый – это чем же всё-таки, вот Вы говорили, такое понятие использовали, как продвинутый динозавр, да? То есть, чем же он отличался, в чём суть этой продвинутости, и как выглядели, я не знаю, отсталые динозавры, да? И как по, грубо говоря, чешуйке, крестцу и ещё что-нибудь определить, что вот, да, этот динозавр действительно очень крутой и очень продвинутый. Ну, слово «крутой», наверное, лучше не употреблять. Это можно примитивный продвинуть. Примитивный – это не значит плохо. Примитивные иногда имеют колоссальные преимущества, и они выживают, а продвинутые исчезают. На самом деле, это просто кто дальше стоит на дереве родства, кто позднее появится, кто… Это не всегда дико более сложное устройство. Если мы говорим о динозаврах, то есть примитивные черты. Например, хождение на двух ногах – это примитивная черта, и все примитивные динозавры ходили на двух ногах. Продвинутые динозавры опустились на четыре ноги. На самом деле, гигантизм – это продвинутые черты. Вот мы должны сравнивать с такими примитивными или даже предковыми представителями для того, чтобы понять, в каком направлении шла революция. И второй вопрос о том, что все прижато, как вы сказали, к Транссибу, где-то ближе к границе, где очень хорошая, может быть, инфраструктура, и она помогает палеонтологам проводить свои исследования. А все районы Сибири, Заполярье и так далее остаются невостребованными, труднодоступными. То есть, например, те же самые бурильщики, они как-то способствуют, помогают своими изысканиями палеонтологами. Но на самом деле мы всегда стоим на встречах гигантов. И наши гиганты – это геологи, которые картировали. Особенно в середине XX века, действительно, даже в труднодоступные регионы геологи попали. Они сделали географические карты, определили, где какие обнажения, где какие отложения, какого возраста и происхождения. И есть такое правило. Если во время съемки геолог нашел кость, надо мигом туда ехать, потому что там можно найти много костей. У него нет задачи собрать динозавра. Но если он нашел, значит, там динозавр есть. Бывает, когда он обломан. Вот мы прочитали геологический отчет. Там крупные кости динозавров. Вместе впадения одной сибирской дубайкальской речи. Правда, 50 лет назад мы погрузились на катамаранах, сплавлялись, дошли, а русло изменилось. Мы видим в 200 метрах холм. Вон там находились казались. А сейчас там тайга с такими кедрами. Не успели на 50 лет. Давайте видео как раз посмотрим. Это Якутия. Это как раз полярные динозавры. Все дело в том, что для того, чтобы достичь местонхождения, это 100 километров по тайге. На вездеходе. Примерно как это выглядит. И иногда нас выкидывали из вездехода, потому что болото и вездеход вяз. Там много чего хорошего. Собственно говоря, вот видны следы нашего вездехода. Маленькая речка. Светлая – это как раз выходы пород раннего милого возраста. Это процесс сейчас промывки. Очень стандартный метод, когда насыпают породу сито. Это не сумасшедшие золотые искатели. Всегда подходят и говорят – вы золото, мой динозавр. Да. Вы увидите его. Песок и муть уходят, дальше над глазами найти кости. Динозавры еще крупненькие, а полтора миллиметра зубника питающего – это то, что надо тоже увидеть. Не я упал, а ты камера хватает. Сидят в море. Слева как раз местонахождение само. Это один вариант. Это уже классический вариант раскопок. С кисточками сидят, повыряют этих самых динозавров. Нога находится. Зуб хищного динозавра. Классус. Позвонок стегозавра. Все, в трещинах приходится вот такие, когда позвонки или прочие кости в такой сохранности, их надо пропитывать. Клеем тут же начали рассыпаться. Это сейчас вы поймете, что такое кататься на вездеходе именно в том месте. Совершенно необыкновенный вездеход. Местный житель его сделал своими руками. Их вездеходов нет. Вот так иногда вылизала наша дорога на протяжении нескольких часов. Опирались мы почти три. Иногда всякие препятствия приходилось преодолевать. Вездеход проехал, мы дорогу выровняли лопатами, но дальше все наши находки и просто вещи на себя. Мы еще оптимисты белой рубашкой надели. Надо хоть какой-то повод. Едем обратно. Сложность заключалась в том, что лопнуло колесо. А запаски не оказалось, пятьдесят километров еще. Перекинули камеру с прицепа, причем она была меньше, и у нас как-то вездеход осел. Но чем заполнить камеру? Взяли, набили мешки березовыми вениками и поехали до березовых веников. Сейчас как раз запихивают. Вот так, как-то так. Запихали. Вот так мы их делали последние километры. Наверное, все, какой-то маленький хозяйцок сейчас будет. Булендук, который в том своем классе, веники напихивали. Такое велосознание на все. Аплодисменты.